всем привет сегодня в сегодняшнем обзоре хотел показать такую модель как волга вот это бритвы от завода труд выпускались они гораздо меньшими партиями чем обычные бритвы назывались волга вот модель это выходило по крайней мере с 56 года по 68 то есть всю вот эту линейку по годам когда выпускались вот эти вот модельные бритвы не просто бритва завода труд а именно модельные вот там с 55 54 начали выпускаться вот но в основном все новые модели труд они пошли с 56 и в том числе модель волга вот самые ранние они были вот таким вот испанским носиком один в один как бритвы кама и сильно напоминающий бритву подарок вот поздние бритвы которые пошли наверное из 58 они уже были с круглым носиком вот и они уже больше напоминают бритвы гравюра вот ну и про них мы подробнее сейчас и поговорим волга которая с испанским носиком очень редкая выпускалась буквально несколько лет возможно два года всего лишь вот дизайн бритвы и возможно даже сами заготовки один в один повторят камы вот лишь другое клеймо вот это бритва из самых первых волг здесь можно видеть название прописью волга название модели и буква в большая обычно на бритвах но даже более позднее если взять вот обычно на бритвах труд заглавные буквы не ставились на клеймах все было одинакового размера вот но на самых первых насколько насколько помню это были подарки бритвы модели подарок вот и вот волга здесь буква первая она как заглавная вот так же в этой старой модели клеймо идет полностью на веселье сзади надпись труд ваша и год получается у меня 55 55 года она даже чуть раньше выпускались они чем я думал ну и на хвостике скорее всего номер той бригады которая была ответственна за выпуск этого клинка оригинальная ручка вот эти вот ручки двухпиновые выпускались очень короткий период времени довольно быстро и заменили 1 пиновые ручки которые более распространены в силу больше распространенности бритв того периода шестидесятых годов вот здесь два пена идет клинышек здесь но обычно тоже синтетика такого вишневого цвета сама ручка черного цвета непрозрачная модель имеет такие же особенности как и камы этих жилет это те же зубчики не заканчивающие не продолжающиеся до конца такой же плавный переход под большой палец вот который удобно туда ложится при бритье вот как то так в принципе у нее те же самые параметры я могу рядышком привести для интересующихся то бритва между 5 и 6 8 половинная выборка стандартная длина кромки и в оригинале здесь должна быть легкая правильная улыбка как можно видеть спинка здесь почти прямая с ним лишь с небольшим радиусом но на глаз даже почти не видим вот и вот под спинку должна быть кромка с небольшими скруглениями на нос и на пяточку вот это бритва у меня попалась уже после чьей-то заточки и под себя перетачивал здесь ее человек заточил как ровную бритву поэтому мне пришлось немножко скруглить носик и пяточку как это должно было быть в оригинале вот такая вот выборка у нее то есть ну примерно плюс минус наполовину вот и хотел сразу пока мы именно об этой старой модели говорим показать для сравнения некоторые другие бритвы а именно модель кама из ранних опять же она у меня немножечко уточена к носику другой в коллекции пока что нет вот но это именно те же самые формы те же самые размеры тот же самый вес тот же самый вырез на эдли то есть все один в один абсолютно одинаковая выборка в отличие от тех же подарков где выборка уже немножко другая идет вот абсолютно одинаковая слесарка вот я так подозреваю что и кама и волга они отличаются исключительно клейму потому что и порезу и по стали и по твердости в заточке это абсолютно одинаковые бритвы вот очень напоминает опять же еще бритву подарок этот вариант напоминает носиком но что касается подарков они уже немножечко другими делались но они в то же время делались но немножко другими подарки шли более широкие у них более выраженный радиус был по спинке по режущей кромки немножко по-другому это сделано вот и выборка на подарках выборка она все-таки чуть чуть покруче то есть это чуть более тонкие бритвы у них нету такой половины здесь но вернее на волге скорее к четверти ближе а на подарках уже все-таки ближе к половинной выборке такой вот момент плюс подарки они бритье все-таки немножко другие возможно стать там хоть и такая же точно было х 05 но возможно готовилась она чуть-чуть по-другому вот такие вот ранние бритвы волга вот что касается поздних бритв это бритвы круглоносые классические это за этого 60-х годов над клейма уже немножко другим шрифтом тут было сделано с маленькой буквы и наоборот на стороне здесь просто аббревиатура ztv в моем случае 65 но я встречал в интернете они выпускались по 68 год то есть по самый последний год когда вообще делались советские бритвы на заводе труд такого типа модель уже мало чем примечательно здесь просто круглый носик двойная заковка вот но и на ранних тоже была двойная заковка вот здесь в моем экземпляре очень красивая ручка такая вот необычная не однотонная с разным рисунком рандомным вот она уже одна пиновая как делали в шестидесятых без нижнего пина только осевой верхней вот и в комплекте именно к этой более поздней волги шел такой вот футляр стоила на 250 вот для ватчевских бритв это была стандартная цена там были чуть дешевле чуть дороже но средняя цена 250 вот рт в данном случае 59 а первая бритва с испанским носиком она скорее сделана по госту еще по госту 54 года вот хотел показать такие две бритвы еще могу для информации привести в пример страничку из каталога завода труд каталог за 60-е годы там приведена волга с круглым носиком уже там есть и параметры параметры самые стандартные параметры своего экземпляра привести но не в принципе каталожная мало чем отличаются других таких же вот на что касается именно стали почему именно х 0 5 они какая-то другая но опять же с собой уже не взял не буду показывать уже много раз показывал в справочнике товароведа который там за пятьдесят пятый год по моему там именно по этим бритвам по ранним приведены данные и модель волга там значится как модель со сталью х 05 и там твердость допускалась от 57 до 59 единиц то есть такая самая оптимальная вот ну кому попадутся могу конечно рекомендовать волга с круглого носа это просто классика просто советская классика бритва не имеет каких-то выдающихся отличительных качеств но она просто бреет и будет вас брить сколько угодно лет вот а бритвы с испанским носиком они более редки брить будет точно также старт здесь практически та же самая ну вот ну может быть там плюс-минус по мягкости по твердости будет гулять все-таки там за несколько лет могли немножко поменять и все-таки то был один гост а это уже более позднее бритвы делались по рту техническим условиям там немножко другие были вот но эта бритва более интересно носиком дизайном своим вот ну и конечно бритья она тоже довольно удобно если правильно заточить если скруглить правильно носик пяточку то она и царапать не будет бритьей ну и как бы будет довольно удобный такие вот бритвы от завода труд встречаются не часто ну кому попадутся могу смело рекомендовать встречаются а